Но работать быстрее это точно не в правилах нашего Минздрава, даже если на кону человеческие жизни. Сейчас в Украине почти две сотни человек стоят в так называемой очереди ожидания. Это пациенты, которым не могут помочь в Украине, но государство оплачивает их лечение за границей. Часто денег на всех не хватает, больным приходится отстаивать своего права на спасение на митингах. Но сейчас ситуация вообще из ряда вон. Только представьте себе, деньги на лечение тяжело больных есть. Почти 400 миллионов гривен. Но чиновники в Минздраве за полтора месяца не удосужились собрать комиссию и распределить эти средства. За это время один человек из этой очереди уже умер. Павлина Василенко об убийственной халатности. Уже почти два года будет. Как не хожу в школу. В школу два года назад Маша пошла абсолютно здоровым ребенком. Но чтобы закончить свой первый учебный год, не хватило нескольких дней. Девочке поставили диагноз – острый лейкоз. Организм не вырабатывал тромбоциты. За два года Маша прошла четыре курса химии и лучевую терапию. Но... У нас другой появился новый диагноз. Тот лейкоз мы излечили, но появился у нас вторичный мелодиспластический синдром. Это означает, это как бы ухудшение. По второму уже диагнозу у нас не вырабатывают стволовые клетки спинной мозг. Продолжать химию Маше больше нельзя. Единственное спасение – срочная пересадка костного мозга. Родители девочки как доноры не подходят. А значит, спасти ребенка в Украине не могут. Турецкая клиника готова помочь за 110 тысяч долларов. Семья подала документы в Минздрав на программу по лечению за границей. Но в министерстве отвечают – ждите. Я подожду, жена подождет, ребенок не подождет с таким диагнозом, понимаете. Не хочется говорить, но люди не дожидаются. Девочка на поддерживающей терапии. На улицу почти не выходит, с детьми не играет. Маша это все переносит с терпением и надеждой. А что ты мечтаешь? В дельфинах. Чтобы поехать и стать здоровой. Пересадки костного мозга за границей Ирина ждет еще с октября. В прошлом году на нее денег у Минздрава не хватило. Что будет в этом, девушка не знает. Чтобы продержаться, каждую неделю ходят в больницу на переливание крови. Это дает мне возможность хоть немного поддерживать и поддерживать лечение за границей. Чтобы дожить до этого лечение. Мне дают только час. Я куплю час. А еще Ира собирает деньги через соцсети, ведь на государство надежды почти нет. Морально и материально выяснится. Моя семья все выяснится. На наши звонки, когда будет комиссия, хотя деньги говорят, что уже перерахованы, нам ничего не отвечает. Сказали, ждите звонка. А все дело именно в ней, в комиссии. И это при том, что деньги на лечение украинцев за границей есть. Из бюджета выделили почти 400 миллионов гривен. Но чиновники в Министерстве здравоохранения полтора месяца не могут собраться, чтобы расписать документы. И в это время в очереди за спасением люди умирают. Мы уже имеем молодого хлопца, который 8 лютого помер. Он был в ожидании этого заседания комиссии. Ему нужна была трансплантация сердца. Можливо, они так экономят государственные деньги. Ну, сейчас же модно говорить про экономию государственных денег. Ну, там, чем меньше людей в черзе, тем больше экономия выходит. Виктор снова оказался на больничной койке несколько дней назад. У него была ремиссия, но болезнь вернулась опять. Ситуация типичная для сотни украинцев из очереди ожидания помощи Минздрава. Они борются за каждый день в своей жизни. Но Ульяна Супрун не говорит о тяжелобольных украинцах. Перед заседанием Кабинета Министров она в хорошем настроении разговаривает с коллегами. Увидев нашу камеру, пытается скрыться. Не удается добиться ответа и со второй попытки. Паня Ульяна, попрошу, а можно запросить вас в комиссии? Сейчас нет, спасибо. Паня Ульяна, пока все побегли за паном Андреем, скажите. Нет, сейчас нет. Я не буду говорить про лекарство за кордоном. Спасибо. В прошлом году за границей пролечилось 208 украинцев. При этом 20 человек не дождались своей очереди. Из госбюджета потратили свыше 600 миллионов гривен. Но выбивать эти деньги приходилось на митингах. На этот год в бюджет снова заложили меньше, чем нужно. В среднем на людину 3-3,5-4 миллиона идут на лекарство. Ну, смотря на диагноз. 389 миллионов, их до конца года не выстачит. Но их выстачит сейчас на тех людей, которые сейчас есть в черзе, которые сейчас ждут. И только вчера вечером, после резонанса, стало известно, что комиссия Минздрава наконец собралась. Почему нужно было ждать полтора месяца, если деньги на лечение тяжелобольных людей были с начала года? В министерстве решили не объяснять. Но людям из очереди жизни эти объяснения и не нужны. Главное, чтобы чиновники дали им обещанный шанс на спасение. Павлина Василенко, Ольга Теребинская, Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер.